Добрый день. Давно мечтал поговорить, пообщаться с Юрием Кивитом. Это эстонский поэт, музыкант, но сам себя он называет маркетологом. И, наконец, это получилось. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот это вот здравствуйте, здравствуйте. Я так много раз слышал, когда вы записывали свои ролики вот именно таким тоном. И вот очень приятно было сейчас вас увидеть и услышать уже вживую. Но из головы у меня не выходит гимн Эстонии, который вы перепели. Потому что, когда я его услышал, я понял, что теперь у вас будут большие проблемы. Вот что сейчас с вами происходит? Я так понимаю, что есть уголовное дело. Может быть, даже вы сыграете этот гимн тоже еще раз, пока еще можно. Да, ну да, пока еще суд идет, пока можно. И, в принципе, у меня все-таки есть надежда на правовое решение этого вопроса. Потому что, по сути, я никакой закон не нарушил, вообще ничего не нарушил. Если бы нарушил, суд первой инстанции сразу бы вынес решение. Но после очень долгих обсуждений, несколько часов, там и прокурор меня мучило, и защитник. Вот судья пришла к решению, что это слишком сложный вопрос. И без семиотической экспертизы говорить не о чем. Очевидного никакого нарушения там нет. Ни в одном слове я не перешел какую-то границу. Не призывал чему-то к насилию. Никого напрямую не оскорблял. Да, поддевал политиков, но политик – это судьба. Они должны терпеть какие-то такие критические замечания в свой адрес. Поэтому все сейчас направлено на семиотическую экспертизу в Тарковский университет. И я так понимаю, что куча умных людей будут там отвечать на те вопросы, которые задавал прокурор и моя защита. Все это идет в письменном виде. Представляются эти вопросы для экспертов суду. И суд тогда их все или частично передает экспертам. В этот раз судья решила, что она передаст все вопросы экспертам. А в сумме их набралось 80. Ну там около 80 вопросов. Пришлось идти по каждому слову. А вот это слово, вот в этом контексте, в этой строчке, в этом четверостише, оно оскорбляет что-то или кого-то? Если оскорбляет, то кого и что? А если это кого и что, то это является ли оскорблением гимна? Потому что судят меня именно за оскорбление гимна. Вот. И вот умные люди должны будут отвечать на эти вопросы. Я надеюсь, что они будут не ангажированы идеологически, что они все-таки будут профессионально подходить ко всему этому делу. Вот. Чего я опасаюсь? Только одного, что это настолько колоссальная работа для людей, что это будет вылиться всю серьезную копеечку. А иллюзии у меня нет. Против системы, против государства судиться – это, скорее всего, все равно проиграть, в конце концов. Значит, все эти затраты лягут на меня. То есть у нас есть план действий на разные варианты развития. Но вот сейчас я понимаю, что это самый такой тонкий вопрос, что там может сумма накапать очень-очень серьезная, и придется решать этот вопрос. А статья как называется, по которой вас судят? Статья 245-я пенсионарного кодекса, что издевательство над государственным символом, гербом и флагом, а также над государственным гимном карается штрафом т-т-т-т-т-т или год заключения. То есть туда совсем недавно ввели вот это понятие гимна, потому что у нас нет ни одного закона, где было бы вообще указано, что гимн – это символ. Например, вот Финляндия – это же музыка финского гимна, да? Федерик Пациус, финский композитор, в XIX веке написал эту музыку. И в Финляндии гимн вообще не считается государственным символом. Это просто вот песня, которую вот все знают, под которую там встают и все, но он не считается символом. В Эстонии вот они пошли по такому пути, что давайте вот будем… Вот он как бы исторически сложился, что это вроде как символ, значит, будем считать это символом. И несколько лет назад в парламенте поднимался вопрос, что давайте примем закон о гимне, что в конце концов была бы ясность, что можно, что нельзя, потому что тоже был скандал какой-то, когда вроде как должны были включить гимн, там, после новогодней речи президента, его взяли и не включили. Сказали, да, все равно тут толпа пьяная, зачем мы будем гимн включать? А решили не включать. И вот тогда часть населения обиделась, как это так, Новый год, речь президента, гимн. Все, у нас закона нет. Вот давайте примем закон, где будет все расписано. Вот. Ну, это сразу быстро задвинули, что это не надо, это не такой важный вопрос, никого это не интересует. Вот сейчас бы этот закон очень пригодился. Я за то, чтобы вот такие вещи все-таки регламентировались законодательно. Когда вы его пели, это уже было по закону нарушение, когда вы пели, или еще не было? Или статью под вас вообще? Значит, закон о том, что за издевательство могут привлечь к уголовной ответственности, естественно, был. И более того, я же человек достаточно подкованный в правовых вопросах. Я, прежде чем нажать на кнопочку записи, я подумал, так, стоп-стоп-стоп. У нас тут вроде собирались принимать закон о гимне. Надо бы заглянуть и посмотреть, что у нас вообще творится вокруг гимна. Я зашел, у нас есть портал, это Риги Театта, где вот все законы, там хорошая система поиска. Я сделал поиск, убедился, что закона о гимне нет. Гимн упоминается только два раза вообще в каких-то законах, вскользь. И вот один, я видел, да, что за издевательство над гимном, но у меня никакого издевательства над гимном вообще, вообще вот близко даже нет. Вот. Издевательство есть над политиками, там, над правительством. Поэтому я был абсолютно уверен, что я ничего не нарушал и спокойно, спокойно это все записал. И нет, я не думал, что будет какая-то, я думал, что будет, как всегда, опять найдется какая-то группа недовольных, которые начнут жаловаться, которые начнут доносы писать в полицию. То есть к этому я привык. То есть мне уже давно говорят, что на тебя жалуются, там полиция за тобой следит, очень внимательно. Вот. Ну, я был уверен, что вот у нас всякие такие группы вот этих псевдопатриотов, они опять всполошатся. Вот. Но, опять же, все, что я там пропел, это все факты, исторические факты. Я ничего не передумал, ничего, да даже не передернул. Я просто посмотрел на один и тот же, скажем, исторический факт не вот только с одной этой официальной точки зрения, а вот на это можно посмотреть и с другой точки зрения. Ну, немножко так с юмором. Но этот юмор многим не зашел. Знаю, что есть очень много недовольных, которые, как это так, это кощунство, посадить, посадить. Ну, попытаются посадить, ну что. Вот я, как условный латыш, когда увидел этот ваш гимн, ваше исполнение, в смысле, я был в шоке, честно скажу. Я думал, ну все, вот теперь точно к вам придерутся, но уже как бы, ну, не оставят в покое, ну, невозможно после такого. У меня вот старый-старый приятель, он уже лет 30 живет в Швеции, он преподает музыку в шведской школе, вот он недавно ко мне приезжал, и вот со своей спутницей, долго вообще не могли понять, а в чем вообще проблема. В Швеции с гимном можно делать все, но это же демократия, это же свобода слова, то есть там есть целые сборники, где в разных стилях, там с очень жесткой сатирой, перепевается гимн, и это нормально, это же есть свобода слова, то есть там оба педагоги, вот сидят с вот такими огромными глазами, ну как это, ну как, ну это же, это же ничего, это же ничему не угрожает, это просто, это просто песенка, это просто сатира, ну вот они так и не поняли, что как так можно, вот вроде бы в свободном, демократическом обществе, вот за какую-то песенку привлекать, кстати, в шестнадцатом году, когда в России что-то такое аналогичное принималось, когда ужасное, ужасное наказание ввели в Россию за издевательством над государственным символом, представьте себе, год тюрьмы, это же кошмар, диктатура, вот радиостанция «Свобода Европа», «Свободная Европа», по-моему, которая финансируется там американским правительством, была целая передача, она в Ютубе есть, и вот я случайно на нее напал, и вот там целый час гости студии, ведущие, вы можете вообще представить, что в одном нормальном государстве музыканта, который сделает пародию на гимн, за песенку, будут грозить привлечением к уголовной ответственности, «Это же немыслимо!» Ну и, как сказал эстонский классик, «Синь Меолана», то есть вот сюда мы и пришли, «Юхан Смут», вот сюда мы и приехали. Так что, ну я как самый такой, как бы настоящий гражданин Эстонии, там по бабушке, все, я полностью, как гражданин, отвечаю за эту ситуацию, что вот мы довели государство до такой стадии, что у нас уже фактически вот эта эра молчания, которая была в конце 30-х годов, когда у нас тут диктатура пяца была, то есть мы возвращаемся к ней, и вот такие же граждане, как я, вот мы допустили этого, ну если мы допустили это, прозевали, ну значит мы должны нести какое-то наказание, не за свои деяния, а за то, что вот в свое время вот мы ничего не сделали, чтобы этого не допустить. Грустно, печально, конечно, но что, как говорится, у каждого Миккеля свой день Миккеля, это эстонская поговорка, то есть что каждому барону прилетит в свое время свое. Миккеля. А вы сможете сыграть этот гимн, чтобы показать, что же вы такого натворили? Ну попробуй, я не знаю, как там через зум этот звук запишется, но попробовать можно. Моя страна сосла с ума, и вместе с нею я, и не найдешь ты никогда таких дебилов у руля. Моя страна сосла с ума, Эстония моя, Тебя создали из говна, Камней, болот и мха. Спасибо красным фальшевикам, Что независимость дарили нам. Спасибо Ленину за все, Мы выиграли в лото. Нас принимает Вассингтон, И Брюссель, И Лондон. Мы низшие, Но гордые за то, Что стали мы плацдармом для НАТО. Нам скоро нечего поесть, Зато патроны есть. Мы немцев гробили, И все эстонцам перешло. Мы убивали тут евреев всех, И в этом был у нас большой успех. Настанет день, Настанет час, Всем русским сказам мингенах. Моя страна сосла с ума, И вместе с нею я. И не найдешь ты никогда Таких дебилов у руля. Моя страна сосла с ума, Эстония моя. Ну, как-то так. Были и немцы, От которых все досталось. Да, у нас же была В 1919 году Была принята земельная реформа, По которой земли, Которыми распоряжались И владели немцы, Немецкие помещики, Они были фактически изъяты. Ну, там их вроде как выкупали За какой-то бесценок. Они были фактически изъяты И переданы по значительной части Участникам освободительной войны. То есть те хуторяне, Которые из российской армии, Значит, вот они, Предав, кстати, Свою присягу, да, Приступив к присягу, Они же присягали на верность царю, Они решили, что А, давайте мы отступим от своей присяги И создадим вот свое государство. Вот. И вот им, значит, Раздавали эту землю. Так что это факт. Я еще не затронул тот факт, Что вот один из моих прадедушек Стал в Эстонии В 30-х годах Владельцем кофейной фабрики. Которую он Примерно таким же образом, Когда выдавливали отсюда Последних уже немцев. И они вынуждены были Своё имущество тут продавать. Абы как бы. Вот. И он таким образом Прикупил целую фабрику. Вот. Поэтому Тут много еще фактов, Которые можно было бы По которым можно было проехаться. Но, опять же, Я делал же не исторический трактат. Вот. Как-то, Что на поверхности там всплыло, Что, опять же, Что рифмовалось лучше всего, То я использовал Никакие там глубинные какие-то цели. Я всему этому не ставил. Ну, поприкололся, поприкололся, Записал, записал. Несколько дней подождал. Я всегда выжидаю, Выжидаю несколько дней. Не сразу, да? Я не сразу. Потому что, ну, обычно Это же творческий процесс. Потому что, о, Сейчас там Лишь бы только в Эстонии, Лишь бы только в Эстонии, Лишь бы только в Эстонии. Вот моя песня Капьерово. Я реально люблю Вот эту пародию. И в тот момент Тебе кажется, что Вау, как классно, как круто, да? А вот через несколько дней Слушаешь, и тогда уже смотришь Ага, нет, все-таки Не, вот не круто, да? И я какие-то вещи не публикую, Потому что, ну, да, Или слишком пошло, Или что-то как-то Вот не совсем. Иногда переделываю. А иногда я смотрю, Ой, нет, знаешь, Здесь могут прицепиться. Вот здесь могут прицепиться, Как, я не знаю, Разжигание национальной розни, например. Хотя ее там нет. Но вот где-то, вот если есть Какое-то Ну, а Подозрение, что все-таки Кто-то недобросовестно Может к чему-то прицепиться, Нет, я тогда не публикую, И все, я или переделываю, Или вообще снимаю. Вот, поэтому Всегда такой Карантинный срок Для всех этих произведений Всегда существует. Очень редко я сразу Что-то записываю. Но если очень злободневное Что-то вот только сегодня Произошло, И ты знаешь, что через три дня Это вообще будет уже неактуально, Ну, тогда быстренько делаешь. Ну, повнимательнее еще Так отслышиваешь. Ладно, можно. Я запустил и забыл. С дождем С телеканалом Иноагентом Дождь Когда вы Ой, это да, это получилось Прям точно-точно Да, это так получилось Да, я написал Я написал Я написал В форме стишка Я не собирался вообще петь И это не песня Я просто Это просто Вот я просто Я включил камеру Я думаю, ну, а на что я буду Как вот просто стих Стих Для какого-то вот настроения Для трагичности Ну, давай Я включил, значит, синтезатор Просто И пока я вычитывал этот стих Ну, естественно, смотря на этот текст Потому что я не заучиваю ничего Наизусть Я вот это вот как-то сыграл Ну, как-то вот оно Да, так душевненько получилось Причем с первого дубля И Так и пошло Я это никогда не смогу повторить Меня один раз попросили На стриме повторить Я вообще даже не понял О какой я Песне речь Но Это вообще не песня Я не смогу это повторить Я не Не отер Не артист Я Меня иногда Предлагают Приди Приедет Выступи где-то Это не моя профессия Я Я не умею Я вот ничего Я записал Вот как получилось Так получилось Понравилось Выпустил эфир Не понравилось И все С дождем вы Их, конечно Хорошо поддели А в конце Призвали вернуться Назад в Россию Ну, собственно Были правы Потому что все равно Из Латвии их выгнали Недолго капал Русский дождь По крышам Старой реки Не смогут Дождику помочь Ни слезы Ни интриги Двенадцать лет Он тихо пел В диктаторской России Полгода Выжить не сумел В латышской Истерии Не ведал дождик Много лет Журча свои капели Что зря в Москве Погашен свет Жестокие метели Бушуют нынче Не в Москве А в Балтии В Европе В сосульки Превращают всех Кто ерзает На попе На попе Ерзать здесь нельзя Здесь лозунги Штампуют А журналисты Лишь мычат Иначе упакуют Я мог бы всех Вас пригласить В свободную Эстонию Но сам я должен Поспешить С повесточкой В колонию Я с детства Не люблю дожди Особенно зимою Дождинки Вы не правы Вернитесь-ка Домою Могли бы вы еще пожить В порядке исключения Еще не поздно Попросить У россиян Прощение Я не любил этот канал Я его почти не смотрел Ни мой формат Ни интерес Пожалуй только авторские интервью Синдеева И вот они были классные Но вы сами-то хоть поняли Нафига Вы уехали Тогда это только еще вопрос Подняли Я как раз Когда на них завели Это дело Их еще как бы не выгнали И они их не убежали Но было ясно Что это Куда-то туда идет Потому что Ну я-то знаю Что такое Латвия Рядом У меня там иллюзий не было То есть я понял Что дождь Они все-таки Такие достаточно смелые Провокативные Все-таки Во многих вопросах И они Вот такие жесткие Ограничения Цензурные Они Не вытянут Не вытянут Вы говорили Про ментинациональную рознь А вы же по факту И эстонец и русский То есть у вас мама Эстонка Папа русский То есть как это все Да я 50-50 Я в двуязычной среде То есть вы учились В русской школе Да Я А кем вы сами Интересный вопрос Я учился в русской школе Но Всегда считал себя эстонцем И это Никогда не было проблемой То есть все мои там Одноклассники Знают Что да Юрка Он эстонец Я когда получал паспорт В 16 лет Я Написал там Да Эстонец И имя вот Юри Три буквы Ю-Р-И На эстонский манер И Меня там Полчаса Тетя Мурыжила Говорит Такого имени нет Этого нельзя И все Юри Нет я Юри Но в конце концов Она заставила меня Написать отдельное заявление На смену имени Потому что Вот она считала Что это смена имени Вот Да я считал себя эстонцем Я исходил из того Что Эстонцы Это очень маленький народ Эстонцев мало И слабых надо поддерживать Что вот Если я могу Считать себя эстонцем Ну вот я Я буду считать себя эстонцем Тем более Что в музыкальной школе Я в эстонской Учился Абсолютно Эстонская среда В хараха Там академических Абсолютно Эстонская среда И Думаю я Вот на двух языках И всегда думал Вот И вот в какой-то момент Когда Видимо Вот этот Перелом Вот произошел После 2007 года Когда я посмотрел Что Ну очень-очень Нехорошо Именно Вот По вопросу Национальности Государство Обошлось С русским Населением А Значительная часть Эстонского Населения Начало Вот с улюлюканьем Поддерживать А Купанты Чемодан Вокзала Россия Все И вот это было Очень неприятно Мне как эстонцу Это было неприятно Что Ну как так То есть Вы цепляетесь Вот к национальности Да К вопросу языка И Там очень четко Вот Все Все это Дерьмецо Поднялось наверх Что Мы тут Это наша страна Мы эстонцы А вы тут Должны Или нам подчиняться Или валите все отсюда И вот это было Очень-очень неприятно Я как-то почувствовал Что Хоть я К тому времени Взял уже фамилию матери И как бы Внешне стал Вообще Как бы Неотличим От эстонцев Такого Самого-самого-самого Коренного Но для себя Я почувствовал Что вот с такими людьми Я как бы Вот в одной лодке Ну совсем не хочу Находиться И считать себя Вот Членом Вот Вот такой общины Которая Настолько Национально Ненавистничество Себя Позиционирует Вот мне не хочется И К сожалению Это Только Усугублялось И усугублялось В обществе И сейчас Я не думаю Что это апогей Я думаю Что Может быть Еще Хуже Вот Но вот С такими людьми Себя Как бы Ассоциировать Ну совсем не хочется Хотя Опять же Большинство Эстонцев Они совершенно Прекрасные Спокойные Нейтральные Доброжелательные Но мы всегда Видим вот эту Агрессивную Верховку Да А вот эта Агрессивная Верховка Она сейчас Вместо того Чтобы государство Как-то Зажать Пригасить И То есть Хотите там На кухне Там где-то Свои Вот Нацистские Такие Направленности Демонстрируйте Но не В общественном Пространстве Государство К сожалению Этого не делает И поддерживается Вот такой Национализм Крайний Национализм Это нехорошо Фобия Ненависть К соседу В большом Смысле К России Да вот это Все Да не только К соседу Кстати Эстонцы Латышей Тоже Очень-очень-очень Недолюбливают Да То есть Не было бы России На кого Эстонцы Что очень В свое время Ненавидели немцев Просто Так ненавидели Что ужасно Да Ну теперь Они ненавидят Русских Не было бы Русских Они бы ненавидели Точно так Латышей Еще поляков Еще кого То есть Если бы уже Вообще Никого не осталось Ну тогда Эстонец Ненавидел Эстонца И это сейчас Тоже очень проявляется Особенно Вот в пандемию Когда Вот вопросы Кто за Кто против Так разделили Общество Что Эстонец На эстонца Готов был С кулаками идти Вот это Такая вот Внутренняя агрессия Которая Последние годы Очень сильно Здесь Не только Накапливается Но и выливается Иногда Вот это очень плохо Это очень плохо Это очень плохо Может закончиться Спасает только то Спасает только то Что эстонцы По своей натуре Очень-очень Спокойные Такие Неконфликтные И вот Только это Спасает нас От каких-то Потрясений Майданов Переворотов Мятежей Вот И это хорошо Потому что Лучше Вот такое общество Но спокойное И все-таки В каких-то Рамках правовых Чем совсем Такой беспредел Который На Украине Ну да 2007 год Вы имеете ввиду Бронзовая ночь Наверное С этого момента Вот этот перелом Произошел Да И с этого момента Все и посыпалось Мы быстренько Откатились на 15 лет назад Когда Вот только в начале 90-х Вот эти Напряжения были Которые очень быстро Потом Как бы Разрешились Потому что никто Дополнительно не дергал Не будоражил Все Люди начали спокойно жить Вместе Притерлись И все нормально Вот А сейчас Сейчас эксплуатируют Эту тему Эксплуатируют Несчадно Общество Надо делить Чем больше ты делишь Общество Тем проще Тебе управлять Этим Общество Политики Ну я Как маркетолог Как рекламщик Знаю Я тоже был же Пять лет в политике И я знаю Что это самый простой вариант Назначь Кого-то врага Скажи Своему электорату Вот это враг Мы должны его победить Все И ты Мобилизуешь Свой электорат На выборы Соответственно У тебя больше шансов Победить Твой конкурент Делает примерно То же самое Мобилизует И говорит Что ты враг По какому-то там Другому вопросу И вот это деление На своих и чужих Оно шикарно работает В политтехнологиях Но общество Это разрушает Это конечно Очень жабко Но при этом У вас Кая Калас Еще Ну фактически Геноцид Собственного народа Устроила То что там По пособиям По всем вот этим моментам Которые она Урезала Урезала Это же тоже Получается Уже к своим Относится Это уже не только Русские Ну конечно Конечно Относится Но тут вопрос в том Что просто денег Нет Эстония же И так очень бедное государство А тут у нас еще Сейчас за год Экономика на 30% Схлопнулась Это вот примерно Как был 2009 год Когда вот был Этот огромный кризис Когда Мы очень сильно просели И вот сейчас Мы повторяем Этот путь Причем повторяем Уже сознательно Не потому что там Какие-то мировые тенденции Это наше правительство Вот начиная с пандемии Вот все туда вниз Заводят Для чего это Ну Я думаю Что просто Потому что Управляют государством Люди Которые никогда В жизни не работали Они никогда Не занимались Никаким бизнесом Они в частном секторе Не работали В лучшем случае Они работали где-то На государственной службе А большинство из них Все-таки В каких-то партийных Структурах Там какие-то секретари Там что-то организовывали Они не знают Как реально Действует экономика Как зарабатываются деньги Откуда они вообще берутся Как Из налогов Конечно же Вот И поскольку они не понимают Элементарных вещей Они не могут Ничего Стратегически Спланировать Вот И оттуда Это все идет Вот И естественно Канцлеры Реально Эстония же управляет Институт Канцлеров Ни политики Ни правительства То Они же тоже все На госслужбе Всю жизнь Там из частного сектора Практически людей нет То есть Они не понимают Они не понимают Этого механизма вообще Они может в теории Чего-то там знают Но они На своей шкуре Когда ты должен Работать Заработать Для того Чтобы прокормить Свою семью Вот они это Никогда не проходили Поэтому Вот они принимают Какие-то решения Оторванные От реальной жизни Вот Вы записывали Свои песни Постоянно В таком костюме Я думал Честно говоря Что это какой-то Такой Ну карнавальный Или какой-то Костюм Для работы С детьми Вот Но я уже за кадром Понял Что это Был костюм Просто для того Чтобы согреться Расскажите о нем Почему Вы надевали Ну во-первых Которые 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 Я их меняю И поэтому Было бы Было бы В костюмчике Все При галстюке Я же никогда Не готовлюсь К таким Зачастую Это бывает Так что Я сижу Работаю Работаю Потом Где-то Что-то Услышал Там Где-то В новостях Или что-то Играет Или там В фейсбуке Прочитал Какую-то Новую Ох Пришла Какая-то Мысль Быстро Тут же Написал Несколько Там Четыростишей И Если есть Возможность Желание Время Поставил Камеру Записал Иногда Со второго Третьего Дубля Получается Все Быстренько Отложил На карантин Так сказать На отстой И Я не трачу На это Вообще Время Еще Специально Переодеваться Хорошо Дополнительно Еще свет Какой-нибудь Включу Благо У меня Студия Все-таки Тут Свет Свет Есть Поэтому С этим Попроще И Все это Происходит Как бы Промежду прочим Для меня Это просто Одна из Развлекух Одно из Хобби На которые Я не трачу Вообще Нисколько Времени Сил Тем не менее Это очень Сильно Расходится По интернету Это очень Популярно Я вот сам Всегда С удовольствием Следил И слежу За этим Творчеством Основных Ваших Направлений Это совершенно Случайно Получилось Лет 7 Назад Мой Один Знакомый Старенький Эстонис Хуторянин Мне на Фейсбук Прислал На мою Стенку Видео Ефремова Со стишком Про Путина Был у него Моноспектакль Человека Гражданин По-моему И вот С таким Комментарием Ха-ха-ха Смотри Как это Здорово Я послушал Да Прикольный Стишок Мне понравилось Ну хорошо А вечером Гуляю с собакой Думаю А интересно А как бы Вот этот же Хуторянин Старенький Замечательный человек Кстати Отреагировал бы Если бы То же самое Что-то сделал Про эстонского Президента Я тут Я тут же Пока гулял Собакой Написал Я тогда С двумя Телефонами Ходил На одном Все это Написал С другим Поставил Быстренько Снял И запостил В фейсбук На следующий день Гуляю Думаю Что-нибудь Такое же Про Путина Сделаю Появился Стишок Номер два Чтобы Путину Назло Вот И Вот так пошло Да Пошло Пошло Несколько таких Стихотворений Выложил Кстати Дядечка Потом очень-очень Переживал Что он Открыл Этот ящик Пандора Он мне писал Что прекращай Это дело Зачем ты это делаешь И все Ты же говорил Что это прикольно Что это здорово Да Это конечно Ты умный Мужик Зачем Вот это Вот Ну все Ну поздно Было Самый лучший Из друзей Для эстонца Не еврей И не финны Не японцы Не чеченцы Не литовцы И не янки А хохло Чтобы Путину Назло Громче всех Во всей Европе Мы про санкции орем Хоть мы сами Тоже в жопе Лишь бы Путину Назло Люди Строили Нордстрим И спросили нас Хотим? Нет Ответили эстонцы Не позволит Наш народ Русским Получать доход Нас Конечно Обхитрили Трубы Чуть переместили Но мы доказали Что наше общество Оно не просто Так сотворено А темнейшему Назло Нам транзит Не нужен Вовсе Без него Мы проживем Безработных Стало больше Это Путину Назло Мы Эстонию Для НАТО Превратили в полигон Долбанутые ребята Снова Путину Назло Принимаем Пи*** Диссидентов Ловеласов И воров Любых С России Обласкали Приютили Все эстонцу Хорошо То что Путину Назло Вот народ Кипит говном Однополым Хорошо Шлепаем Под них Законы Лишь бы Путину Назло Поднимаем Мы акцизы На бензин На газ На водку И на сладкое Введем Мы вована Изведем Производство молока Мы пустили С молотка Забиваем мы коров Путин И не надо слов Или эстонский воздух Вот Обанкротили Легко Кто бы не подумал Что Это Путину Назло Точно так же Мы убили Свой морской торговый флот Не с того Что мы дебилы Это Путину Назло И железную дорогу Разберем Металлолом И опять С нуля построим Чтобы Путину Назло Ты подумай Посмотри Почитай Эстонские СМИ Сто процентов Новостей Из России Хоть убей Тиражируют фуфло Чтобы Путину Назло Мы Единственные В мире Русофобское ТВ Из налогов Проплатили Стартаперов Наплодили Рейтинг Утопили Но Лишь бы Путину Назло Для эстонца Нету блюда Слаще Чем другой эстонец Мы друг дружку Вмиг Сожрем Только Путин Тут при чем Коль Людей Там просмотрят Это все А там 20 тысяч Просмотров 40 тысяч Просмотров Мама дорогая Вот эта хрень Кому-то вообще Нужна Кому-то интересно Ну ладно Я это все В ютуб Начал Тогда потихонечку Сбрасывать И В каком-то Комментарии Написали Ааа Ты это подделываешься Под Эху Ибенпалу А я С мухом С мухом Не слыхивал Не знаю Вообще О чем речь Я захожу Смотрю О действительно Есть такой Прикольные стишки Мне очень понравились Я подумал Ну что Есть уже Один эстонский поэт Ну Нафига я буду Еще тут Каким-то Я решил Что я больше не буду Это все делать Я сделал манифест Народам России Нам Россия Украшает Это каждый Скольник знает Изучали монетаром Все учебники Мартлара Ну и вот такое Хороший кстати Стишок был И после этого Все сыграл Тут на пианино Еще Первую симфонию Вступление в первую Симфонию Чайковского И все Кина больше не будет Все Я закрываю эту лавочку Вот А потом Что-то как-то Опять какие-то темы пошли Опять какие-то мысли Ну Ну ладно Ну начитаю еще И вот так Я иногда по полгода Ничего не писал Вот Потом опять что-то Писал Исключительно для себя Просто вот Выпускаю таким образом Свой пар Может быть Немножко поддерживаю Словарный запас Вот Хотя он тоже Такой специфический Вот у меня же главное Принципиальное отличие Я потом понял От Уху Да Что Уху Использует Эстонский акцент Шахназаров Использует Эстонский акцент Стилизуя Сказать Неправильно Использовали бы Ты понимаешь Ты понимаешь Что тут надо Еще подумать Что-то Рифм А Эстонец бы сказал Вот так И все За счет этого Это действительно 10-15 минут На стишок Обычно уходит Ну с музыкальными Там чуть-чуть подольше Там все Надо подумать Как это все Сыграть Может быть Пару раз Прорепетировать Вот Так что Это очень легко Вы единственный Получается Эстонский поэт Потому что Миша Шахназаров Ну не знаю Знаете вы или нет На самом деле Он из Риги Мы вместе с ним Еще в Риге работали В одной газете Незнакомый Не учили Я некоторые его Произведения слушал Мне они очень Очень нравились И все И я серьезно думал Что нафига Я вообще буду это делать Чувак делает Ну классно делает И все хорошо Вот Ну а потом Видимо Какая-то вот эта Внутренняя Творческая потребность Опять что-то высказать Чтобы не в Фейсбуке Длинные гневные посты писать Да Хихоньки-хахоньки Вот Поэтому Надо вас познакомить У вас бы получился Хороший тандем Тогда Ну Мы тут шутим иногда Что Вот если меня Найдут Найдут способ Лишить Гражданство Вот Хотя Ну по закону Вроде нет Такого Такого Способы Лишить гражданство Можно тех Кто получил гражданство По натурализации Сдав там Экзамен на язык На Патриотичность Там как-то Лояльность Нельзя еще Еще же нельзя пока Такого нет Закону Пока Вообще-то Вообще-то Есть Вообще-то Я вот кстати думаю об этом Что когда-нибудь дойдут в Латвии До этой В Эстонии тоже В Эстонии тоже дойдут Потому что Ну вот когда мы там Пару лет назад еще смеялись Как абсолютная утопия Что вот Тут серопаспортников Да Вот неграждан Будут высылать И будут депортировать Куда депортировать Вы что с ума сошли 21 век Просвещенная Европа Демократия Свобода Чиулин Выгоняют Чиулин Взяли Ну Чиулин Я насколько понимаю Все-таки Ему просто дали Возможность выбора Или ты Или мы тебя депортируем И закрываем По твоему желанию Да По твоему согласию Или мы тебя просто посадим Будешь пять лет Так же как серединка Там пять с половиной По-моему получил Будешь сидеть И конечно Любой здравомыслящий человек Лучше я буду в статусе изгоя Но все-таки на свободе Чем на нарах Поэтому Как я понял Когда я с ним разговаривал Он на самом деле Это сам он не понял Он потерялся Он настолько потерялся Ему дали что-то подписать Он даже не понял Что он толком подписал Его выставили Ну знаете Довезли до Нарвы Через речку выставили И все И только там Тогда он понял Что произошло Его приняли российские пограничники А он даже не мог объяснить Потому что У меня говорит Один паспорт Я не россиянин А паспорт Его уже заблокировали То есть Они его выкинули И в тот же день заблокировали То есть Все Лишили паспорта Но это фактически было Не Но это Вот это уже Абсолютно такое Я просто уверен Что лет там Через 10 Через 15 Люди Которые 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 Ну вот Принимали участие Во всем этом деле Они вообще Сами предстанут Перед судом Перед европейским Перед нормальным Эстонским судом Никто же не думал Что того же Саакашвили В той же Грузии И посадят Да Вот А Времена Меняются Власти Меняются Все очень быстро Меняются И поэтому Вот все те люди Которые сегодня В тех же Правоохранительных Органах Они На самом деле Нарушают закон Даже В моем процессе Есть элементы Явного нарушения Закона И эти люди Которые персонально Вот это делают Скорее всего Осознанно Надеюсь Что это Никогда им Не аукнется Но Зря надеются Потому что Все таки Справедливость И правда Она Гораздо дольше Живет Чем какие-то Государственные Строи И Вот это Я не очень понимаю На что рассчитывают Вот эти полицейские Которые Стряпают Реально Стряпают Просто Заказные Вот Какие-то Протоколы Ну Я считаю Что это неправильно Это не по совести Это не честно Вот И они Они Скорее всего Престанут Присудом Не надо Даже для этого Не надо Там ни России Ни Путина Ни китайцев Никаких Сами же Эстонс Так вот Вы делали Неправильно Это было Не по закону У нас же Сейчас все-таки Судебная система Пока что Еще Сохраняет Независимость И вот Я очень надеюсь На то Что наша Судебная система Выдержит Это испытание Потому что Полиция Уже не Выдержала Это испытание У нас же Всегда полиция Была очень-очень Уважаемая Всегда Рейтинг доверия Эстонской полиции Был всегда Запредельный Там Больше 90% Я тоже Очень Уважал Полицию Там Начиная Там С середины 90-х годов Когда здесь Они очень Хорошо Мягко Разобрались Со всем Теневым С бандитизмом И все Вообще Молодцы Я очень Уважал Государство Я очень Уважал Правоохранительные Органы Но то Что на моих Глазах Происходит Буквально Последние 5-10 лет Ну Извините Меня Это просто Деградация И Очень жалко Очень жалко Что полиция Вот просто Сейчас Уходит Уходит В своем имидже Вниз И это же Самые эстонцы Самые же эстонцы Вот самые Там Соль земли Хуторяне Они Были сначала В шоке Когда Во время Пандемии Совершенно Силовыми методами С собаками Там Спецназ Разгонял людей Которые просто Мы не хотим В этих намордниках Ходить Потому что Это противозаконно И суд же Уже сейчас Принял решение Что да Действительно Эти решения Были противозаконные Антиконституционные И все Их же травили Собаками Там Избивали людей Ну Может быть Несознательно Да Но там были Такие С проявлениями Садизма Какие-то полицейские Насколько я знаю Никто Пока что Не наказан А это же Все понимают Тут не важно Ты русский Эстонец Или Китаец Ты в Эстонии Живешь Ты в Эстонии Работаешь Ты платишь налоги Ты ожидаешь Что государство Будет тебя Все-таки Защищать И уважать С тобой уже Установленные Законы Вот И Вот это Это очень большая Опасность На самом деле Для эстонского Общества Потому что Когда Основная часть Коренного Населения Самые правильные Граждане Они уже Перестают доверять Сначала Власти Потом Правоохранительным Органам Если суд Не выдержит Вот этого испытания И суды Начнут принимать Решения Уже Какие-то Мотивированные Значит И суд Туда же Скатится И все На этом заканчивается Государство На этом заканчивается Общество И это очень жалко Потому что Эстония же Прекрасная страна И вообще у нас В начале 2000-х годов Это же была Не жизнь А сказка Если бы все дальше Вот так шло Мы бы сейчас Очень прекрасно Жили Да, беднее Чем какие-то Старые европейские Государства Но мы все это Извиняюсь Просрали Вот Просто просрали Очень жалко Очень жалко То же самое по Латвии Но в Латвии Конечно Гораздо жестче все То есть Глядя на Эстонию Кажется, что Эстония еще Очень мягко поступает Хотя Ну тоже Вы правильно говорите Там все тоже Очень жестко И к инакомыслию Вообще Никакого терпимости Нет больше Но в Латвии вообще В Латвии В Латвии вообще Это полнейший Крейзи И я Опять же Я вот Просто По-человечески Я не понимаю Тех людей Вот которые При власти При управлении Которые вот это все Проводят Которые вот Это все Насаждают Это же Насколько Недальновидными Надо быть Вы понимаете Что вот эти методы Они не могут Долго работать Это всегда рванет И рванет В самом неожиданном Месте Общество Которое вот Настолько Вот разделено Настолько Вот этот психоз Накручен Оно взорвется Оно взорвется Может быть взорвется Не так как в 14-м году В Киеве Да Может как-то по-другому Взорвется Но есть же закон Сохранения энергии Если вот это Негативное Энергия Время Ты не даешь Где-то Совершенно в безобидном виде Вот выплеснуться Вот я же еще Вот то что я делаю Ну я не специально Это да Это не моя миссия Какая-то Но в какой-то мере Получается Я тоже помогаю Выпускать пар Где-то Где-то поиздевался Где-то посмеялся Где-то Что-то Сказал то Что большинство людей Боятся сказать Вот они просто Тупо боятся А тут вот кто-то Сказал Ха-ха-ха Позитивчик Улыбочка Это уже лучше Чем вот эта Ненависть И кирпич в кармане И Если вот эту Возможность Тоже У людей Отбирают А ведь Отбирают В Эстонии Шикарнейшие Сатирики Юмористы Тут Крейзи Радио Тут много Вот таких Команд Которые Годами Делали Очень классную Сатиру Эстонский юмор Кстати Очень-очень Клевый И Я тут иногда Что-то перевожу Вот Они же Вот все Они Последние Несколько лет Молчат Они просто Молчат Потому что Они боятся Мне Мне приносят Мне присылают Мне присылают Пачками Эстонские Всякие Сатирические Стихотворения Там Какие-то Произведения Что Юра Вот ты такой Может быть Ты это Что-то Что-то Ну на эстонском языке Прочитаешь Ну мне это не интересно Чужое Чужое творчество Распространять То есть Я же Не актер Не диктор Вот Но сам факт Что Да там есть Очень прикольные Такие Сатирические Очень колкие Стихки Вот Они боятся Они боятся Но это Ненормально Общество не может Долго существовать Вот В состоянии боязни Это где-то Куда-то Вылиться Дай бог Чтобы оно Вылилось Не в кровопролитие А как-то В этот пар Этот негатив Как-то по-другому Вышел Но Поживем Увидим Вы вспомнили Как раз таки Пятца В Латвии Был соответственно Ульманис В Литве Кажется Был в Литве Это же Многие сейчас Историки Даже сравнивают То время И сегодняшнее время Что все очень похоже То есть Тогда видимо Тоже так же Всех зажали Но только Не было интернета Понятно Не было возможности Общаться Вот как сейчас Все равно Там где-то Не только на кухне А сейчас Можно вот как С вами сейчас Говорить Спокойно Даже по видеосвязи То что История Ходит по спирали Но это мы Как бы Все знаем Меня больше всего Как бы Настораживает То что Повторяется Вот не только В общем А ведь повторяются И какие-то частности Например В Буржуазной Эстонии В конце 30-х Годов Была Актриса Которая В театре Выступала И тоже Такие сатирические Очень Колкие Какие-то Стишки Я не знаю Номера Делая Народ Народ Ходил Специально Смотрели Как она Вот эту власть Там вот так То есть Ей писали Конечно В конце концов Для нее Это закончилось Плохо Там ее Арестовывали И что-то Такое Было Но Еще хуже Закончилось Для Эстонского Пророка Карл Рейтс Был такой Который В 30-е Года Он был Служителем Церковным Одно время И вот он Ходил просто По улицам Призывал людей Мы Движемся К погибели Ну проповедник Такой Что Измените Свой настрой Вот это Закончилось Чем Его тут Много раз Арестовывали Задерживали Эстонские Буржуазные Власти Но в 40-м Там по-моему Или в 41-м Году Его уже Расстреляли Расстреляли Уже красные Вот пришли Да Его Расстреляли То есть Вот Вот этих Пророков Или вот Людей Которые Вот выбиваются Вот из общей Из общей Какой-то Струи Их на самом Деле Не любят Ни одни крайности Ни другие крайности Зачастую И общество Не любит И они заканчивают Все очень печально И вот Это единственное О чем я всегда Вспоминаю Всегда помню Что вот я не хочу Так вот Заканчивать Хотя я совершенно Не исключаю Потому что мне столько Угроз уже За последние Там 10-12 лет Поступало Даже еще до того Как я писал Эти стишки Под совсем Другим темам Когда я был Еще только В политике Вот А мы тут Там Тут были Коррупционные Скандалы За моим Голосом Я был Тут в совете В местном Тоже Отставка Одного Бельможа Была И я тогда Должен был По партийной Как бы По партийной Этике Проголосовать Как бы За Я сказал Вор должен сидеть В тюрьме Я не буду поддерживать Его И все И вот Тогда Тогда Мне в первый раз Вот реально Угрожали Имея ввиду Что ты в списках А в политике Вы были Расскажите Чуть подробнее Что Что Где Ну Это был Где-то 2008-2009 год Когда я начал Входить в политику Вот как раз После 2007 года Я Я жил сам по себе Без Государство меня вообще Не интересовало Я занимался Бизнесом Работой И все И я понял Что так Что-то надо Надо менять Я начал искать Какие-то входы Входы в политику Ну в политическую систему Довольно быстро нашел И У себя Скажем Сначала в этой В деревне Тут у нас Были какие-то вопросы Ну как бы Прошел И пять лет Я своей жизни Я потратил на то Что я был в местной политике Решал тут какие-то Наши бытовые Вопросы Местные Вот Общался с многими Политиками Уже которые там В верхнем эшелоне Я понял Что это за контингент Что это В подавляющем Большинстве Очень-очень глупые Низкообразованные люди С низким интеллектом Но очень амбициозные Вот И чем более амбициозный И дурной Тем больше у него шансов Подняться Наверх Вот по этой Карьерной Именно партийной Лестницы Соответственно Такие Как раз быстрее всего И пробиваются В парламент Там где Хотя бы Законы принимаются Вот И мне настолько Неприятно стало Вот вообще В этом кругу Общаться Что я Мягко Мягко оттуда вышел И вот это Я вот Сейчас вот себе Как бы Инкриминирую Что вот Ты ушел Ты не стал бороться Ты не стал что-то Изменять Вот теперь Расхлебывай за это Ну хотя Естественно Без иллюзий Что я там Мог бы изменить Но что-то Наверное мог бы Хотя бы попытаться А я не попытался Мне Музыка Творчество Моя Комфортная жизнь Потому что Я всю жизнь живу Я очень много работаю Но я живу при этом Очень комфортно В бытовом плане И Это мне тоже Очень многие Как бы Все время Тычешь Ты Вот ты Ретитуешь Эстонию А сам при этом Как сыр в масле Я же не благодаря Эстонии Я благодаря Капиталистическому Устрою Что-то Чего-то Смог Там себе Создать Потому что вы делаете Правильно Все Логично Да Вот Но Вот Упрекают тем Что вот Эстония тебе дала Вот то-то А ты ее Я не Эстонию критикую Я критикую Вот этих Правителей Политиканов Которые нас Губят Наоборот Эту Эстонию Вот У меня Кстати Очень хорош Я знаю Что ко мне Очень хорошо Относятся Те люди Которых Я бы никогда Не Вот Имея русские корни Я бы никогда Не подумал Что они Ко мне Будут так Относиться Хорошо А вот эти Вот эти До мозга Костей Вот эти Хуторяне Вот Люди От земли Провинциалы Встречаются И вот Прямо Искренне Искренне Поддерживают Да я вижу Даже Я же попросил у людей Немножко помочь Финансово Да Что вот все эти Юридические Затраты Судебные И я же вижу Кто Кто Подкидывает Деньжаты Там очень много Очень много То есть для меня Это вообще Очень неожиданно Да Приятно Даже не понимая Многого Чего я На русском языке Говорю Но кто-то Они понимают Тем более Что я стараюсь На эстонском языке Тоже что-то делать Тут Тур-версию Моя страна Сошла с ума Я же Ее перевел На эстонский язык И сделал Да Но я сделал ее Не в форме Музыки Музыки Пациуса Я сделал Совсем другую Там попсовая такая Попсовая такая Песенка Получилась Вот Но я над ней Поработал чуть-чуть побольше Я взял там Старые гравюры И на На библейские темы Там Взял Взял Сдел Ну короче Все Все в ютубе есть Вот Эстонцам это Зашло Зашло Они Это уже так Поняли в конце концов О чем В этой Моя страна Сошла с ума Вообще О чем там Речь Потому что Эстонцам же Презентовали А этот человек Поиглумился Над эстонским Гимном И создал песню Которая Которая Огромное количество Ругательств Ругательств Ну они же не знают Им сказали Что там Сплошные ругательства И все А там единственное Сплошное ругательство Это говно Было И то Я понеснил Откуда это было Это же знаменитая фраза Нашего первого президента Леонарда Мэри Что Ситуация Говно Но это Удобрение для нашего будущего Или положение Говно Но это Удобрение нашего будущего Это одна из самых Стрелатых его фраз Да вот Мы созданы Из говна Камней Болот И мха Но так же оно Все и есть Вот Короче Я эстонцам сделал Вот этот Практически дословный перевод Чтобы они Хотя бы понимали Что там Ничего такого Ужасного Ужасного В этом тексте нет Что там все Как бы Наше А может быть Практически На эстонском Ну только там Четверостейшем Просто интересно Послушать Как это звучит Он хуллук Слэнд Му исама Я мина Коос темага Эй лея Кускил Илма Пээл Дебиилик Куит Эй сиин Эй сэл Куи Мея Стэмбокис О бля Ну то есть Ты не найдешь Нигде в мире Таких дебилов Как в нашем Доме Стэмбока Но Стэмбок Это здание правительства Ну и там Одного слога Не хватало В конце Я туда Поставил Это Пля Эстонцы Эстонцы Очень Используют Русский мат Вот И для них На государственном На государственном Телеканале Дикторы Спокойно Используют А Пэхи То есть Для них Это Да-да-да Это Да-да-да Это Ну для них Это Для них это Что Да Фак Ну Ну Факи Факи Да Я вот Помню Когда Когда-то В начале Девяностых Мы очень много Работали с Иностранцами Тоже Вот один Менеджер Там Шотландцы Сидят И он там Что-то Обсуждает По-русски Между собой Иногда Фак 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 Смотрю На этих Самых Ташатландцев Они как-то Так Немножко Перетели Так Так Тихо Тихо Да-да-да Вот Они относятся К русскому мату Вот примерно Так же Что Да это Что Это Вот просто Такие Междометия Вот Так что Это очень Неприятно И поэтому Тихонечко Начал Пропагандировать Что Ну давайте Возьмем На вооружение Эстонский мат И давайте Точно так же С покерфейсом Спокойно Эстонским матом Будем Обращаться Потому что Они даже Не задумываются Что это же дети Из русских семей Да Они же Они все это Видят и слышат Что это нормально Да Ну это Ненормально Все-таки Вот у меня Детям В студии Вообще Разрешено Абсолютно все Ну все Что по закону Разрешено Кроме одного Мат Ребенок Который случайно Где-то Рубнулся Он больше Никогда В студию Не войдет Вот это Единственное Единственное Ограничение При всем Том Что я Использую Мы проходим С детьми Эту Эту тему И они Сами Задают Вопрос Они же Видят Юра А ты Вот там На ты У нас Всегда Музыканты Между собой На ты Общаются А вот У тебя Там Стишки Я объясняю Почему Я использую Мат Почему Именно Во-первых Его надо Все-таки В тему Использовать Когда уже Других слов Нет Когда вот Все очень Очень плохо Вот на себя Очень-очень плохо Выйди в огород Отругайся Но в студию Возвращайся И уже без мата Потому что в студии Все должно быть Очень-очень Позитивно А то Что я в стишках Описываю Говорю Рассказываю Это вот как раз Вот такая Негативная часть Нашей жизни И там зачастую Простых слов Не хватает Вот Но главное Конечно Почему я мат Стал вставлять Даже там Где он не нужен Это для того Чтобы мои стишки Не попадали На центральные Телеканалы В России Потому что Одно время Мне стали присылать Что там РЕН-ТВ ТНТ Вот Берут кусочки Да там И совсем в другом Контексте Используют Вот какие-то У меня об одном Речь А в фигурете Там о другом А вот тут А вот эстонец Вот мне это Очень не нравится А Рука Кремля Да Там как это Всегда Нет Нет Мне просто Это просто Это вот Немножко не нравится И зная Отношение к мату На российском телевидении Да Там даже запикивание Очень-очень редко Проходит Я просто Сознательно Просто включаю туда Иногда Какие-то Словечки Чтобы Редакторам А это тот Который матерщинник Давай не будем Я же делаю Это не для того Чтобы себя там Раскручивать Или что-то доказывать Я делаю это Чисто для себя Если бы не полиция Которая устроила мне Эту грандиозную Рекламную кампанию То и сейчас бы Меня там смотрели Две-три тысячи человек И мне без разницы Сколько меня смотрят Я делаю Чисто для меня Сотных тысяч Да Теперь уже вас знают Ну мне иногда страшно Потому что Есть на ТикТоке Например Есть много каналов Которые Копии моих Я сам там не размещаю Практически ничего Кроме парочки стримов В ТикТоке Очень много каналов Которые распространяют Копии Там В Одноклассниках В ВК Там я ничего не размещаю А вот Копии расходятся Я не против Любой творческий человек Только за Чтобы его творчество Расходилось Но когда я посмотрел Статистику ТикТока Хотя только ТикТока По моим хэштегам То мне стало страшно Потому что Такие огромные Количества Там сотнях миллионов Уже идет Ну это суммарно Что Ну я к этому не готов То есть Мне это не надо Я не собираюсь Это как-то монетизировать Да я и не знаю Как это монетизировать То есть Пока что У меня есть силы Способности работать По своей специальности То есть Она наконец-то Бьет А с детьми у вас Какие-то Я так понимаю Это музыкальные Да занятия Какие-то Мы Поскольку мы с женой Работали в шоу-бизнесе В свое время А потом Границы закрылись Мы это Прикрыли Мы в конце концов Как музыканты Захотели себе Построить студию Вот мы построили Себе студию Для того Чтобы заниматься музыкой Но дело в том Что когда тебе Уже 40-50 лет Это как-то Ну сам же Не пойдешь Уже на сцену Ну как-то Это все странно Очень Вот И получилось так Что сначала У наших знакомых Дети Которые пели Были очень такие Интересные Креативные Детишки Потом еще Кого-то знакомых Нашли А потом Я начал Системно Выискивать Самых музыкально Одаренных Детей По всей Эстонии На разных конкурсах Там В Ютубе И мы даем им Возможность Вместе с педагогами Вместе Со своими родителями Использовать Нашу студию Бесплатно Вот Если мы Выбираем Что видим Вот этот ребенок Этот ребенок Очень-очень Перспективный У них же Нет таких возможностей Особенно В русскоязычной Среде У эстонцев Там еще Получше Там у них В школах Побольше Чуть-чуть Возможностей Потому что Педагогов Больше В русской среде Сильных педагогов Именно культурных А музыкальных Очень-очень мало И там вот это все Просевшее Поэтому у них Есть возможность Здесь Сочинять Писать свое Что-то Мы снимаем Клипчики с ними Вот Но это такое Благотворительность С нашей стороны Вот Ну Поддерживаем Я хочу просто Чтобы они Вот к 15-16 годам Вот что-то это Получили Удовлетворили Свою тщеславие И дальше Не рвались На сцену Потому что Самое страшное Когда к 25 годам Еще есть иллюзия Что я такая артистка Я там буду Психика ломается у людей Когда у них не складывается Я знаю много людей Которые действительно Вот не сложилось И все Жизнь поломана А когда они в детстве Все это получают Они понимают Во-первых Что это очень тяжелый труд Во-вторых Они как бы Ну получают Вот это удовлетворение Вот это Понимают Что да Это прикольно Но есть более Интересные и важные Дела В жизни Поэтому почти все Девчонки Написали себе Ну почему девчонки Потому что Пацаны не очень поют Да В основном девчонки Вот они все Почти написали себе Свои песни Вот Они почти все Отошли от музыки То есть они занимаются Там как-то Но это не основное Дело по жизни И это очень важно У нас сейчас Вот сейчас наверное Будет уже четвертое Поколение детей Если я вот сейчас Буду продолжать работать Зимой не работал Потому что Ну холодно И студию мы практически Не топили Но с детьми Там в 15-16 градусах Конечно же Не поработаешь Вот Но это да Это такая Со мной в детстве Работали очень много Бесплатно Педагоги Просто О С этим есть смысл Работать И вот я как-то Так Поскольку мы Чайлдфрим Детей не хотели Вот Но мы-то Отдаем свои долги Видимо таким образом Главное Чтобы вас не посадили Главное Чтобы у вас была Возможность работать И отдавать эти долги Детям Ну Посмотрим Посмотрим Административное дело То есть это вот уголовное Административное Административное тоже Мне нас День победы День Европы Как он был от нас далек Как мы стремились А Европу каждый год Мне стали задавать Где-то в апреле Стали задавать Глупые вопросы А что у нас будут Теперь русские песни Вообще запрещать Что Я вообще как бы Не въехал сначала В тему Я посмотрел Нет у нас по законам Вроде ничего Песни не запрещают Я думаю Ну ладно Вот возьму какую-нибудь Сейчас такую Песеньку Которая вот такая Вроде как на грани Да Россияне наверное Обидятся Потому что Ну все-таки По святому Проедусь Ну вот сделаю Если меня тут Упрекают в том Что я тут Над эстонцами Издеваюсь А здесь я вот Возьму русскую песню Не эстонский гимн Не эстонскую Какую-то народную песню А возьму Вот такую русскую Святую И сделаю тоже Ну начнут там В России против меня Что-то Значит Ну такова моя судьба Это не моя государство Да Я был уверен Что в Эстонии Вообще никому До этого Никакого дела нет Я очень удивился Когда через Там 3-4 дня Буквально В новостях Полиция вот выходит И в новостях заявляет Вот мы начали Новое дело Против там Вот этого музыканта За Мама дорогая Ну вот дожили В общем-то Опять же Первым делом Они бегут в новости И вот Начинают трезвонить Ни суда Ни решения Ни расследования Еще нет И все Никакой Презюнции Невиновности Тоже нет Не-не-не У нас кстати Европейский суд Уже многие годы На Эстонию наезжает По этому вопросу Потому что в Европе Есть такая практика Что до решения суда Вообще Эти вещи Не комментируются А так вот Еще суда нет Еще только процесс Только начался А уже в глазах общества Ты уже преступник И это неправильно Это вообще Ну С логикой Никак не вяжется С логикой Правового государства Вот Но да В конце концов 160 евро Штраф Мне всего Вкатили Но мы его Оспорили И мы будем Добиваться До конца Потому что Оно абсолютно Неправомерное Там куча Нарушений Но есть еще Более абсурдное Вот тетя Которая шла Просто с букетом Цветов Красный Синий Белый Цветочки Да Она тоже получила Штраф 160 евро Она молодец Она тоже пошла Оспаривать в суд Это потому что Ну это маразм Это маразм Это даже Ну самые Упертые Националисты Эстонцы Да Которые уже Ну понимают Что Ну которые вообще Вся антироссия Там и все Это у них святое Ну а даже они Уже говорят Ну это ненормально Ну куда мы Куда До чего мы докатились До какой пещерности Вот Поэтому Будем бороться Вот Будем бороться За сохранение Все-таки Статуса правового Государства Я очень надеюсь Что это получится Если не получится Ну что Ну будем нести Наказание Это Наша судьба Дай бог Что все-таки Вы отобьете Все и суды И штрафы И все-таки Добьетесь того Чтобы Эстония стала Ну по крайней мере Более правовым Государством Чем сейчас Ну Я очень надеюсь Что Мне через какое-то время Там через год Через два Когда это все зайдется Это еще очень долго будет Что я все-таки Смогу сказать Что Не зря я верил Что Эстония Правовое государство Что у нас Суды независимые Я очень на это Надеюсь Внутренне Но готов Я к любому Развитию Спасибо большое За такой Откровенный разговор Я честно говоря Не ожидал И очень Очень доволен Тем Как вы все Нам рассказали Спасибо вам Что проявляете Интерес В огромной Персоне Рекламщика Спасибо Спасибо